В 2021 году в Харькове продолжают восстанавливать важные городские улицы. К открытию готовится участок Московского проспекта от Площади Героев Небесной Сотни до пересечения с улицы Богдана Хмельницкого. Окончание работ на данном отрезке знаменует завершение этапа реконструкции Московского проспекта в центральной части города, которую ждут много харьковчан. Давайте посмотрим, как дорожные службы подготавливают Московский проспект к открытию. В ближайшую неделю заканчивается укладка рельсового полотна. Это 7-8 дней мы берем для этого с подбивкой со всеми. У нас половину уже поможет. Дата назовите. Себе план мы поставили до конца месяца этот участок закончить в нижних слоях асфальта, для того, чтобы открыть его для движения. Еще две недели после этого на сборку контактной сети и запуск трамвая. И все-таки дата? Ну, дата, соответственно, первая и пятнадцатая. К первому августа мы планируем открыть движение. На оставшемся участке, где проходят работы, идет укладка щебневой подушки. Дорожные катки разравнивают и утрамбовывают покрытие, подготавливая к укладке асфальтовой смеси. На данном участке Московского проспекта проложена трамвайная линия от площади защитников Украины до Сергеевской площади. В отличие от недавно модернизированных участков путей по улице Маяковского и Тринклера или же Московского проспекта в районе перекрестка с улицы Академика Павлова, здесь решили отказаться от установки бетонных трамвайных плит, обойдясь заменой рельс и бетонных шпал. Плиты установили только на пересечениях улиц, как это видно, на перекрестке проспекта с площадью Фейербаха. Тем временем работники уже занимаются сваркой рельс. После открытия данного участка путей по рельсам должен поехать пятый и шестой номер трамвая. Сейчас уже есть возможность увидеть обновленный участок Московского проспекта от Красношкольной набережной до площади Героев Небесной Сотни. Дорога готова и по ней уже передвигаются автомобили, кроме полосы у сквера. Здесь видно, что трамвайные пути лужны без бетонных плит вместе с верхним слоем асфальта. На отремонтированной части проспекта есть водостоки ливневой канализации. Это хорошо, поскольку на некоторых участках дороги об этом забывают, и после бурных осадков улицы превращаются в водные каналы. Решетки установлены чуть ниже верхнего слоя асфальта, однако есть сомнения, что они будут собирать воду на ровном участке дороги. Стоит все-таки подождать, чтобы увидеть, как эффективно ливневка будет работать в сильной осадке. Скоро я выложу еще один обзор на обновление развязки в районе Белгородского шоссе и улицы Чкалова, который обещают завершить уже в первых числах августа. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал и пишите, как вам ремонт на Московском проспекте. До новых встреч!